Расширенное оперативное совещание провел глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. В ходе мероприятия руководители муниципальных управлений и служб доложили об итогах работы в августе и планах на сентябрь. Заместитель главного врача Винновской районной клинической больницы Елена Зинатулина озвучила ситуацию с заболеваемостью COVID-19 и рассказала о новой вакцине, поступившей в медицинские учреждения округа. За прошедшую неделю также отмечается рост прироста количества заболевших новой коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю это число составило 1382 человека на 304 больше предыдущей недели. По вакцинации поступила интраназальная вакцина от новой коронавирусной инфекции, то есть можно вводить вакцину не внутримышечно, а капельками в нос. Значит, уже началась вакцинация. Одной из главных тем совещания стало начало учебного года. Прежде всего, безопасность детей, которые пойдут в школы. 25 августа состоялось межведомственное совещание, на котором были рассмотрены и проработаны вопросы обеспечения комплексной безопасности в образовательных организациях округа, в том числе и в день проведения Дня знаний. Тему безопасности школьников затронул в своем докладе и директор МБУ Дорсервис Александр Митряйкин. Заканчиваем строительный год, заканчивается строительство объектов дорожного хозяйства и подготовка к школе всех объектов, как дошкольных, так и школьных учреждений. Процентов на 85 в части разметки, ну и все, что составляет безопасность дорожного движения. Глава округа Алексей Спаский обратил внимание собравшихся, что тема безопасности школьников будет затронута на совещании в режиме видеоконференции с губернатором области Андреем Воробьевым. Сегодня на ВКС один из вопросов будет посвящен как раз проведению линейки, в том числе обеспечению безопасности. Поэтому приглашаю и вас, соответственно, всех, кто имеет касательство, тоже посмотреть, послушать. Также на совещании был озвучен ряд мероприятий по подготовке к празднованию Дня города Видное и Ленинского округа. Редактор субтитров А.Семкин